Информационная служба телеканала «Россия» начинает свою работу в эфире. Я Артём Петров, здравствуйте, и это «Вести Ульяновска». Праздник весны и труда. Россия встретила 1 мая торжественными шествиями. Только в Ульяновске колонну составили десятки тысяч человек. Экологически верное производство, современное и безотходное. А какое оно ещё? Севастопольский Вальска о дню Великой Победы. В Ульяновске он прозвучит уже завтра. Ну и начнём с майских праздников. Они уже наступили, а 1 мая традиционно ознаменовалась грандиозными шествиями, которые прошли по всей России. В Ульяновске праздничную колонну составили 20 тысяч человек. Это рабочие, ветераны политики и молодёжь. О том, как встречали 1 мая, репортаж Ирины Силкиной. Во главе колонны активисты молодёжных движений с огромным флагом Российской Федерации. За ними 10-метровая растяжка с девизом шествия этого года. Сильные профсоюзы, сильная Россия. В самой колонне все, кто решил присоединиться к празднику труда и весны. Чтобы мир был на земле, чтобы достоинство труда. За нашу процветающую Россию. Очень прекрасный праздник, очень хороший, с ребёнком, потому что массовость людей интересная. Нас учили родители то, что это три слова «мир», «труд», «май». Ну и, собственно, наверное, вот это то время, когда весна по-настоящему становится весной и всё оживает. Традиции первомайских демонстраций более 100 лет. Основной девиз – соблюдение экономических прав трудящихся. Сейчас Федерация профсоюзов нашего региона насчитывает больше тысячи профсоюзных организаций, объединяет 93 тысячи человек. Мы считаем, что должна быть достойная зарплата, не должно быть бедных сегодня в стране. В определенном слое охраны труда на предприятии. Вот это всё сегодня является нашей основной работой. Трудовая слава ульяновцев, она широко известна за пределами нашего региона. Это промышленный город, который в своё время многое сделал для победы в Великой Отечественной войне. И я желаю всего самого-самого доброго нашим жителям. Под праздничные мелодии оркестра «Держава» колонна проследовала от площади 30-летия Победы по улицам Гончарова и Ленина на центральную площадь Ульяновска. Завершилось шествие митингом, в ходе которого вручили нагрудные знаки за заслуги в развитии профсоюзного движения. Первое мая – это реальный шанс посмотреть, какие мы здесь все сплоченные, обозначить свои требования. И я вас призываю объединиться под флагами профсоюзов. Также в этот день перед ульяновцами выступили творческие коллективы. Студия эстрадной песни «Соло» Центра народной культуры Ульяновской области, ансамбль песни и танца «Волжанка» Ульяновского колледжа культуры, ансамбль танца «Кружева» областной детской школы искусств. Ирина Сивкина, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Измерить давление прямо во время прогулки. В праздник «Весны и труда» ульяновцы могли пройти профилактическое обследование на Соборной площади. Здесь развернул свою работу Центр здоровья Первой городской поликлиники имени Кирова. Желающие смогли измерить рост, вес и индекс массы тела. А еще уровень артериального давления, пройти процедуру кистевой динамометрии, а также определение остаточного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Не требует времени, затраты. Все быстро, аккуратно. Спасибо. Измеряем артериальное давление, насыщенность кислорода в крови, буклетики раздаем, чтобы знали симптомы инсульта, первая помощь при инсульте. Также специалисты Центра провели консультации по вопросам здорового образа жизни. В регионе запускается пилотный проект правильного мебельного бизнеса с точки зрения экологии. Можно ли в современных условиях создать безотходное и в то же время прибыльное производство? Ответ у Павла Игнатьева. На Димитровградской пилораме лесной кругляк обрабатывают и штабелями складывают в цехах заготовки. Когда подогнан размер, оператору только и остается, что нажать на кнопку и ждать, когда доски пройдут по ленте. Но производят здесь не только из поваленных деревьев. Впрок идет и выброшенная табуретка, и отслуживший свое старый деревянный поддон. С помощью влоканизации кучи ненужных опилок превращается в материал для изготовления мебели. Ее, уверяют производители, разбирают заказчики от Калининграда до находки. А главное, что весь цикл полной переработки отходов безопасен с точки зрения экологии. Полностью построена система пылеудаления по столянному производству, по корпусному цеху. Соответственно, нами освоены сборы, утилизации отходов полиэтилена, бумаги, поролона. Неоднократные экспертные проверки показали, что законодательство в сфере защиты окружающей среды на мебельной фабрике действительно соблюдается. Не противоречит деятельность комбината, в котором трудится более 400 человек, и национального проекта «Экология». Если те предприятия Урьянской области, которые сейчас работают в данном направлении, возьмут экологическую политику данного предприятия, то у нас не будет проблем Петрового обрака, у нас не будет проблем наших несанкционерных свалок, которые мы видим на Сельдинском шоссе. Примеров беспечного введения хозяйства в регионе и правда хватает. Сваленные тоннами промышленные отходы дымятся, отравляя жизнь тысячам местных жителей. Если проблема бесхозных опилок решится уже на первой стадии производства, жалоб со стороны Ульяновцев на нехватку воздуха станет гораздо меньше. Павел Игнатьев, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Димитровграда. Встретят День Победы в чистоте и уюте. Сотни ульяновских волонтеров пришли на помощь ветеранам войны. Многим из них здоровье уже не позволяет самостоятельно выходить на улицу и заниматься домашними делами. Поддержать фронтовиков, а также их родственников вызвались студенты и школьники не только в городе, но и в селах. С ветеранами и их помощниками встретилась Кристина Агафонова. Здравствуйте. Мы пришли вам помочь по уборке. Чем вам помогать? Хорошо, спасибо, дедочки. Фронт работ определяет быстро, пока одни до блеска натирают окна, другие берутся за бытовую технику. Сама хозяйка квартиры ценит минуты общения. Спешит и о боевых подвигах супруга рассказать, и грустью с гостями поделиться. Осталась одна, плохо без него. Скучаю, переживаю, плачу. Все, здесь болезни, не убираться не могу, ничего делать не могу. Целый ряд акций в помощь ветеранам проходит по всей стране. В Ульяновске к ним присоединились сотни школьников и студентов. Мои одногруппники часто ходят, помогают, убирают, моют окна, полы, общаются с клиентами будущими, узнаем о них побольше, о своей работе. Добровольно спрашивают, кто хочет, но желающих много, не все попадают. Лицеисты в Маинском районе взяли в руки садовый инвентарь. Об уборке двора попросила житель блокадного Ленинграда. Встать с кровати здоровье не позволяет. Работы принимает супруга, труженица тыла. Слов нет сказать, молодее, быстро. С начала года, в преддверии 9 мая мы проводим обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов. Мы обследуем всех, 100% на сегодняшний день уже все обследованы. И кому нужна помощь любого рода, она непременно оказывается. То есть мы помогаем ветеранам встретить праздник в чистоте, в уюте, в красоте. Да и волонтерам шанс уникальный. Все-таки перед ними участники самой страшной в истории человечества войны. Пообщавшись с такими людьми, можно, наверное, не понаслышке узнать часть истории, не по книге, не по фильму, а именно из уст людей, которые действительно это пережили, это помнят. После главного праздника весны внимания меньше не станет. Ветеранов добровольцы посетят еще не раз. Ведь чтобы оказать помощь в любое время, за каждым фронтовиком закрепили целые школьные классы. И, конечно, социальных работников. Кристина Агафонова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Майинский район. Презентация новой книги ульяновских писателей прошла в библиотеке имени Аксакова. Историки Марина Курылева и Андрей Медведев создали «Краеведческий детектив». Произведение получило интересное название «Матвейкин змей». В чем особенность книги и кому она будет, интересно, знает Екатерина Лазарева. Если мы любим историю, то почему бы не поделиться этим чувством с читателями? Подумали писатели Марина Курылева и Андрей Медведев. Так и появилась идея книги «Матвейкин змей». Интересной она будет как взрослым, так и детям. Она ориентирована на средний школьный возраст. Но, в принципе, это, конечно, зависит от читателя, насколько он подготовлен. Иногда это читают, и, как вот показал уже опыт, книга еще недавно издана. Но уже читают и младший школьный возраст, и старший школьный возраст. И даже студенты были в восторге. 1833 год. Три друга. Главный герой Матвейка и его приятели Мишка и Ванька. А там, где есть дети, всегда найдутся приключения. История Симбирска хорошо подходит для остросюжетной книги, признаются авторы. Легенды и предания превращают произведение в детектив. Мальчишкам даже удалось познакомиться с основоположником современного русского языка. Этот год знаменателен тем, что у нас в Симбирске посетил наш город Александр Сергеевич Пушкин. И, кстати, эту сюжетную линию мы, в общем-то, тоже немного в своей книге затронули. А вот при чем тут змей? И как у главного героя появились такие знакомые, писатели не признались. Пропадет вся интрига. Лишь намекнули, что ответ нужно искать в геологии. Это еще один интерес главных героев. Стоит отметить, что работа над книгой проходила в архивах. Все исторические события задокументированы. Писателям потребовалось два года, чтобы книга увидела свет. Поэтому история о Матвейке – это своеобразная экскурсия по Симбирску 19 века. Читая книгу, каждый ребенок сможет почувствовать себя исследователем. В книге есть вкладыш, а на вкладыше волшебная карта. Улицы нашего старинного города выверены все дома, которые находились в старом Симбирске в этот период. Это большая советская работа. И ребенок может не только пройти по этим улицам, посмотреть, как Матвейка бегал, где он бегал, под какие ворота подлезал. Ну и кроме того, подумать, а мы ходим, а что сохранилось, а что мы сами сейчас еще можем увидеть. Сотрудники библиотеки уверены, именно такие произведения смогут вернуть детям интерес к литературе. Ведь чтобы вырастить читающего ребенка, достаточно окружить его интересными книгами. Екатерина Лазарева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. «Севастопольский вальс» – такое название носит программа, которую в преддверии Дня Победы представит меломанам Ульяновский оркестр русских народных инструментов под управлением дирижера Артема Белова. Музыканты подготовили публики, песни военных лет, произведения Великой Отечественной и Победе. Причем многие из них практически не исполнялись в сопровождении народных инструментов, а потому известные песни прозвучат в весьма необычной обработке. Многие из тех песен, которые мы сегодня будем исполнять, изначально были созданы для эстрадно-симфонического оркестра или симфонического оркестра. Также есть песни, которые обычно исполняются на такими ретро-составами, ретро-ансамблями. В данном концерте, конечно же, все прозвучит под народный коллектив. Для этого концерта были написаны специально несколько инструментовок. Песни, в общем-то, эти, пожалуй, с народным оркестром не звучали. 3 мая концерт пройдет в Большом зале Ленинского мемориала. Начало 18.30, а 4 числа в 17.00 оркестр народных инструментов выступит в Димитровградском НКЦ имени Славского. Вести продолжают следить за развитием событий в регионе. Оставайтесь с нами.